Федор Пикалев, полузащитник Мастер Сатурна, сразу после матча с ФШМ. Федор Вапер из победы. С хорошей игрой. Доволен с собой вообще сегодня? Конечно, доволен. Доволен всей командой. Показали очень хорошую игру. Доминировали. И, в принципе, команда молодцы. А во втором теме незадолго до конца поменял позиции. Это было вызвано заменой Лыка вообще. Как вы двигались в концовке по позиции, я имею в виду? Ну, в концовке мы также пытались доминировать. Также пытались показать хороший футбол. В принципе, не сбавляли обороты и держались молодцом. Первый тайм все-таки лучше или хуже, по твоим ощущениям, для команды сегодня дался? Я считаю, два тайма очень хороших было. Поздравляю с победой. Спасибо большое. Дмитрий Федорович Галкин, старший тренер Мастер Сатурна. Дмитрий Федорович с победой, с хорошей игрой. Наверное, да? Как считаете сами? Первый тайм, наверное, все-таки получше был. Второй. Больше отдать должность сопернику. Они, на мой взгляд, не отступили от, наверное, принципа футбола. Пытались играть по давлению. Молодцы. То есть, двигали мяч. Что-то получалось, что-то нет. Сегодня, как показалось, со стороны получались стандарты. Получалось многое из того, что наигрывали. По перекладину попадали, причем попадающие внизу, вверху. Это все работало на тренировках? Безусловно, да. Первый момент, который создали, наигрывали. Второй. Второй больше, наверное. В большей степени наигрывали. И хотели, чтобы все-таки во втором эпизоде мяч попал в ворот. Несколько эпизодов второго тайма с дальними ударами. Это ваш посыл ребятам? Чуть не залетело парочка красивых? В предыдущем туре в игре с Рубином у Вадима Рассадина получился такой. То есть, красивый гол. И он частенько пытается играть таким образом. И плюс еще, наверное, все-таки высокая позиция вратаря. Сказали в перерыве об этом, что можно пробовать. Средили за вратарем? Да, да. Есть такое, да. У вас победа и удачи, Сатур. Спасибо. Спасибо. Всего доброго свидания. Эдуард Стратан в прямом эфире, защитник ФШМ. Не забили, но, в общем, ты, наверное, не пропустили много всего один мяч. На твой взгляд, чего не хватило команде сегодня в атаке в первую очередь? Ну, в атаке не хватило концентрации, я думаю. Я не знаю, может, плохо подготовились к матчу, там не выспались. Но много было офсайдов, много нереализованных моментов. Я не могу это четко объяснить. После перерыва добавили, по твоему ощущению, или все-таки соперник стал больше по счету двигаться? Первую половину второго тайма мы провалили почти полностью. Мы теряли мяч на своей половине поля, и много моментов у нас было в нашу сторону. Высыпайтесь перед следующим матчем. Обязательно. Спасибо. Алексей Владимирович Смирнов, главный тренер ФШМ. После поражения от Сатурна, Алексей Владимирович, вот ребята говорят, может быть, не все выспались. Надо следить за этим делом, как считаете? Ну, контролировать это я не могу. Москва слишком большой город, всех не объедешь. Вот мы говорим о самоподготовке, прежде всего, к игре. Опять же, в тех условиях, в которых мы готовимся. Я имею в виду, что это идет самостоятельная подготовка каждого футболиста. Считаю, что не вижу здесь каких-то причин, что они не выспались, если учесть, что наши гости вообще ехали достаточно долго и вставали еще раньше. Поэтому на это пенять не стоит. А если говорить о физических кондициях, то я считаю, что мы даже где-то и превосходили соперника. То есть, не вижу здесь таких причин. Но все-таки созданного в атаке было не очень много. Как говорите, в глобальном смысле почему? Ну, здесь большая проблема наша игра в атаке. Это четвертая игра, когда мы не забиваем вообще ничего. Поэтому все время над этим работаем и будем продолжать, естественно, работать. Потому что без обидных мячей не бывает побед. Ну, это прописная истина. Все ее знают. Кирюкова в атаку перевели. Это был какой-то новый ход просто? Мы это наигрывали на тренировках. Это при неудачном раскладе. Да, у нас был такой план Б. Если игра неудачно складывается и в атаке у нападающих наших не все получается, то приходится, значит, добавлять туда защитников. Ну, удачи будущих мальчиков. Надеюсь, начнете скоро забивать. Спасибо большое. Спасибо.